Итак, строки. Чтобы разобраться со строками, нужно сначала разобраться, как они выглядят. Ну, как вы можете представить, строки — это такой текстовый формат данных, да, то есть это текст. Соответственно, можно, например, написать такую строчку «Привет, мир» на английском. Можно написать «Привет, мир» на русском. И можно написать «Привет» и даже вставить туда эмоджи. Как вы понимаете, эмоджи — это тоже текст, хотя они отображаются как картинки. И чтобы объявить строку, нам нужно воспользоваться такими кавычками — либо одинарными, либо двойными. Это одно и то же. Ну, зачем есть разница между одинарными и двойными? Но представьте, что у вас есть текст, в котором используются уже какие-то кавычки — одинарные или двойные. И вам для удобства можно выбирать начало и конец для того, чтобы эти кавычки не дублировались внутри тела строки. Ну, а собственно, тело строки — это вот то, что находится между этих кавычек. Ну, мне кажется, все предельно понятно. Что можно делать со строками? Ну, как вы понимаете, это текстовый тип данных, и можно с ним делать то, что обычно делают с текстом. Например, текст можно складывать или конкатинировать. Да, почему здесь два термина? Ну, потому что обычно используют слово «конкатинировать». По-русски, наверное, это легче всего перевести «склеивать», потому что сложение — это все-таки математическая операция для чисел, а вот строчки склеивают. Как это происходит? Берем строчку «hello», берем строчку «world» и склеиваем их при помощи «плюса». Как вы думаете, что получится? Ну, я думаю, что наверняка все догадались, что получится «hello, world» как единая фраза. Да, давайте действительно сравним, что так и будет. Строчки можно сравнивать, и, соответственно, мы с левой части видим склеивание строки «hello» и «world», и с правой части результат. Да, если мы их сравним, мы узнаем, что да, они действительно равны, и результатом будет true. Строчки можно использовать для того, чтобы проверять вхождение. Например, какая-нибудь буква «a» находится в строчке «abc»? Да, находится. Обратите внимание, что одна буква — это тоже строка, да, то есть это не какой-то другой тип данных или специальный тип данных, это просто строка тоже. Ну, и, соответственно, любой единственный символ — это тоже такая же обычная строка. Также мы можем взять и проверить подстроку на невхождение. В нашем случае мы напишем «yz in abc». Ну, yz не находится в строчке «bc», да, поэтому это тоже трудно. Обратите внимание, что для того, чтобы проверять вхождение, мы должны понимать, зачем мы это делаем. И вхождение обычно проверяют, например, в валидаторах. Скажем, представьте, что вы заходите на сайт, и вы вводите свою почту и свой пароль. И, соответственно, когда вы вводите свою почту, очень часто идет проверка того, что действительно почта просто по вхождению символа собачка. То есть, если собачка есть в строке, соответственно, это похоже на email, и считается, что да, вы ввели что-то похожее на email. А если собаки нет, то, соответственно, просят ввести почту, да, то есть это не логин, это там не имя пользователя, это именно почта. Вот, например, для этого можно использовать вхождение, да, то есть проверять, есть ли собака в какой-то строке. Что еще можно делать? Еще можно узнавать длину строки. Например, мы можем посмотреть на строчку, которая описана 7 символов, и ее длина 7. Обратите внимание, что функцию len можно будет использовать не только со строками, но и с любыми другими контейнерами, в которых есть длина. В каких случаях мы можем это использовать? Представьте, что у вас есть та же самая форма для входа. Вы ввели почту, проверили, что там действительно есть собака, а потом проверяете длину пароля при регистрации, например. И вам говорят, соответственно, ваш пароль должен быть не меньше 8 символов. Ну, вы знаете, да, что нужно ввести 8 символов, древнегреческую какую-нибудь пословицу и латинскую скороговорку. Ну и, соответственно, проверяете, что да, действительно, там ваша длина пароля больше, то есть ваша длина строки больше, чем какое-то значение, и таким образом, да, валидация срабатывает корректно, все правильно. Ну, и, естественно, это один из примеров. Узнавать длину строки приходится довольно регулярно. Это очень частая популярная операция. Что еще можно делать со строками? Например, мы можем брать отдельные элементы этих строк, подстроки, да, например, буквы или их наборы. Представьте, что у нас есть строка ABC, и мы пишем оператор квадратной скобки, и внутри пишем нолик. Пишем нолик, но на самом деле берем первый элемент. Это во многих языках программирования так, что индексация начинается с нуля. То есть, вроде бы хочется взять первый, но начинаем с нуля. Почему? Ну, так исторически сложилось, да, то есть просто нужно к этому привыкнуть. Вот получаем первую букву А. Или мы можем взять целую подстроку. Например, у нас ABCDE, и мы берем все буквы, начиная с первой и заканчивая четвертой не включительно. То есть, соответственно, получаем три буквы. Первую, вторую, третью. BCDE. Ну, и вот, собственно, результат. Зачем это нужно делать? Обычно так делают, если, скажем, какой-нибудь текст слишком длинный, и нам нужно просто показать его превьюшку, да, например, у нас целая статья, но мы хотим получить только первые 250 символов, скажем. Мы говорим, дайте нам, пожалуйста, только первые 250 символов, то есть от нуля до 250, да, и, соответственно, показываем какую-то превьюшку, а целый текст статьи помещаем куда-нибудь по ссылке. Ну, вот один из вариантов. И здесь на слайде этого нет, но тоже важно это упомянуть, что мы можем брать еще и отрицательные индексы. В отличие от многих других языков программирования, Python поддерживает отрицательные индексы. И, например, ABC минус первый, это будет буква C. То есть, это, соответственно, мы начинаем идти с конца. То есть, мы берем первую с конца. Минус два — это вторая с конца. Ну, и так далее. Что еще можно делать? Можно строчки форматировать. Форматирование строк — это самая частая операция, которую, наверное, со строками производят. Форматировать строки в питоне можно многими разными способами. Но я покажу, наверное, самый правильный, на мой субъективный взгляд. Это вот таким образом. Мы пишем в левой части строчку или шаблон для форматирования. Мы пишем «Привет». И видите, здесь специальный такой нолик, оформленный в фигурные скобки. Это место для первого, то есть нулевого аргумента для форматирования. Дальше пишем «Вы изучаете» и снова единичка, оформленная в фигурные скобки. Дальше мы пишем «Точка формат» и вставляем туда нужные значения. Соответственно, нулевое значение будет «Никита». То есть, «Привет, Никита! Ты изучаешь Python». Ну и, соответственно, результат написан внизу под этим кодом в комментариях. Зачем это нужно? Это нужно практически везде и всегда. Форматирование строки используется для логирования, форматирование строки используется для показа сообщений об ошибках пользователя, для использования, например, создания URL, для создания путей и так далее, так далее. То есть, это очень частая операция, которую тоже нужно понимать. Собственно, ничего сложного не нет. Я думаю, что метод «Формат» понятен. То есть, в левой части у нас есть шаблон для форматирования, который использует специальные фигурные скобки. В правой части у нас есть значения, которые вставляются в эти нужные места для форматирования. Вот так. еще можно много всякого делать со строками. Например, создать новую строку в новом регистре. обратите внимание на формулировку. То есть, у нас есть какая-то старая строчка, которая, например, написана в каком-то регистре. Вот скажем, первый пример. У нас написано «hello world» и буква «h» первая большая. Но мы хотим, чтобы все буквы в этой строчке были маленькими. Для этого мы используем метод «lower» и таким образом мы создаем новую строку, которая будет содержать в себе все маленькие буквы. Ну или, например, то же самое с большими буквами или то же самое с title. Title — это что такое? Это возможность иметь буквы и каждое новое слово начинается с большой, а все остальные маленькие. Ну вот такой тоже вид форматированный. Нужен чаще всего для заголовков, как следует из названий. И на самом деле со строками можно делать еще много всякого. И одна из ключевых вообще возможностей языка программирования Python в том, что мы можем превращать одни типы данных в другие типы данных. Это является следствием части динамической типизации. Ну и давайте посмотрим, что это такое и разберемся с одним очень важным вопросом. Смотрите, у нас есть строчки. Соответственно, это типы данных, заключенные в кавычки. Но при этом у нас есть, например, числа. Единички, двоечки, троечки и так далее. Мы можем превратить число в строку. То есть, соответственно, мы можем сложить 1 плюс 1, получится 2, и превратить это в строку. Обратите внимание, что единицы — это числа здесь. И когда они складываются, они после этого превращаются в строку. Или мы можем строку превратить в число. Например, мы можем написать int — это число. И, собственно, передать туда какой-то строчный аргумент. Таким образом, мы попробуем вырвать оттуда что-то, что похоже на число. Если входной тип данных не похож на число, например, там буква «а», то у нас будет ошибка. То есть, мы не сможем превратить строку в число. И тут есть несколько интересных выводов. Вывод первый — что любое число можно превратить в строку. Но не любую строку можно превратить обратно в число. Потому что, если у нас есть числа, для каждого из чисел есть соответствующее значение строки. Но не для каждой строки есть соответствующее значение чисел. Потому что строк, в принципе, больше, чем чисел. Вот такой удивительный факт из теории категорий, если вам это о чем-то говорит, и если это вам интересно. Но есть еще одно важное следствие. Для тех, кто изучает программирование недавно, вот этот вопрос всегда стоит очень острым. А в чем разница между единицей как числом и единицей как строкой? Вроде бы это одно и то же. Здесь единичка, здесь единичка. Непонятно. Давайте разбираться. Единица — это без кавычек. Это число, и оно ведет себя как число. То есть, вы можете его складывать, вы можете от него отнимать, делить, умножать. Это число. То есть, все, что мы умеем делать с числами, мы умеем делать с такой единичкой. А единичка с кавычками — это строка. И вот строка уже ведет себя как строка. Давайте посмотрим, например. Скажем, если мы складываем 1 плюс 1, у нас получается 2. Все понятно. Но если мы складываем 1 как строка и 1 как строка, мы склеиваем их, и у нас получается 11. Ну, вернее, 11 как строка, опять же. Видите? То есть, в этом и разница между сложением и склеиванием. Поэтому одну операцию называют сложение, а другую — конкретинация. То есть, потому что оно не складывает то, что там есть, оно их просто склеивает. А если мы попробуем совместить эти типы данных, то есть, мы попробуем скложить единичку как число, единичку как строку, у нас возникнет ошибка, потому что такое делать нельзя. Это одна из важных особенностей языка Python. Это называется сильная типизация. Есть языки программирования, которые позволят совершить такую операцию. Не будем показывать пальцем на тебя JavaScript. И это не хорошо, не плохо — это особенности. Нужно просто к этому привыкнуть, это запомнить. Какие-то языки программирования не разрешают такое делать, какие-то разрешают. Вот Python, по моему мнению, к счастью, не разрешает. Разобрались. Один — это число, один с кавычками — это строка. И ведут они себя абсолютно по-разному, как вы видите. Но их можно превращать одно в другое. То есть, мы можем превратить единичку число в строку и обратно. Чего нельзя делать со строками? И вот тут хочется сделать... До новых встреч!